Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Проповедь из книги Лапкин Игнатий Тихонович, открытым оком, том 10. Десятый. Адвентисты, еретики и лжепророки Антихриста. Евангелие от Марка, 1 глава, 17 стих. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И он обязательно узнает вашу специальность. И вот подходит к фермеру. Что делаешь? Сею пшеницу. Отныне будешь сеять Слово Божие. То есть обязательно сеет. Но уже Слово Божие отныне в душе людей. А ты что? Да ничего, у меня ребятишек много. Шестеро или семеро. Кормлю их, учу. Отныне будешь духовно рождать. У тебя будет семьдесят или семьсот детей. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 15 стих. И вы, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. То есть каждому что-то заповедует. Но соответственно тому, что ты умеешь, что делаешь. Я налоги беру. Налоги будешь теперь иные брать. Требовалось старое, что я заложил и новое. Какая бы специальность ни была у человека, Господь ее обязательно повернет на духовное. Был пастырем овец Давид, а сделался пастырем душ. Тот же пастух. Те же самые слова. Но теперь посмотри на свою специальность. Ты строишь дом отныне. Построю я теперь домом духовный. Господь был плотник. А сегодня говорят так. Все, что в мире строится, ненадежно. Истлевает, сгорает, разрушается. Самое прочное, крепкое, крепче железа и бетона строится только плотником из Назарета. Он строит великую церковь. Великий корабль, который не тонет в бушующем море. Вот рыбаки-апостолы. И что мы должны из этого взять? Рыбачат. А сеть прорывается. Почти... Не унести. И рыба ушла. А куда она ушла? В глубину. Но эта рыба может попасть в хорошие сети? Да, может. И вот с 14 по 28 мая 2004 года в Барнауле было пришествие адвентистов. И они закинули свои сектантские сети. И очень хорошо закинули. Я хотел специально посмотреть, как они работают. Город Заокск Тульской области. У них там академия адвентисты седьмого дня. Как они работают. Одно страшное непрерывное обольщение. Он ни одного слова поперек никому не скажет. Только хвалят, хвалят. Люди, запившиеся, кто угодно перед ним сидят. Ой, какой я хороший. Никогда лично я не встречал, чтобы на такую массу работали. Они откупили дворец спорта и зрелища. За каждый день аренды они платили 100 тысяч. На 15 дней полтора миллиона отдали. Но это стоило того. Как выходит, артистка поет. И уже создается атмосфера. Мы сразу спросим. Апостол Павел с артистами ездил? Эстрадой? Может он тешил людей? Конечно нет. Иоанн Креститель может так же действовал, как эти обольстители сегодня. Выступает их артист. То есть каждый день, 15 дней он одно и то же говорит. Слово в слово. Как будто у него во рту магнитофон стоит. Очень хорошо поставленный голос. И он поздоровается. Мы все одна большая человеческая семья. Как вам погода? Погода у вас хорошая. А жарищи невозможные. Люди задыхаются. Скорая помощь возит. У вас сухой такой климат. Но по всему миру ездит. И говорит. Я нигде такой погоды не встречал. Какая замечательная погода. Потому что люди здесь хорошие живут в Барнауле. То есть он забрасывает и забрасывает червяка. Все сидят разомлевшие. Сидит парень. У него девка на коленях. Переплелись. И этот лжец-еретик-адвентист никому слова поперек не скажет. В дворец же зрелищ пришли. Он начинает и говорит. Затем поет артистка на сцене. И в это время огромный экран. А на экране видно, как она шевелится, поет четко и ясно. Она оглушает эту рыбу. А рыбу сейчас глушит, знаете как. Током глушит ее. Иногда бросают в воду карбид, чтобы оглушить рыбу. Я гляжу, глушит ее подряд с мальками, со всеми вместе. Это преступный образ добычи рыбы. Они ее портят. А люди сидят, ничего не понимая в Библии. И они каждому говорят. Будешь ходить три дня, дадим тебе книжку. Адвентистскую книжку. И каждому дарят карточку, визитку. А за столами там сидят восемь человек. Ставят штампики. А если десять раз посетишь этот концерт, то тебе бесплатно будет Библия. Но они не сказали, что на пятнадцатый день поставят так, что ты уже за три Библии заплатишь им добровольно. Я до конца эту закулиску работу посмотрел. Ходили мы вокруг. Да воскреснет Бог. Читали, окружали их молитвой. Живущий под кровом Всевышнего читали. Есть новые, кто пришел впервые сюда. Поднимите руки. Давайте поприветствуем их. В ладоши все хлопают. Каждый день он будет одно и то же спрашивать. Два человека есть? Поприветствуем. А с такого-то района есть? Есть. С научного городка. Давайте их поприветствуем. Сидят в ладоши хлопают. Расслабились. Он говорит. В это время начинает выливать каждому в кружку, в ложечку, яд свой. Это истинные лжепророки. Их основатели возгласили пришествие Христа в 1841 году. Не сошлось. Они пять раз объявляли пришествие Христа и нет исполнения их безумным лжепророчеством. Тогда они переменили кое-что в учении. Но по-прежнему они отрицают душу, утверждают, что души нет. Он ударил по крещению. Ему надо привлечь людей. И он говорит. Крестили ли вас в полное погружение? Правильно он здесь все говорит. Но он не говорит, что он еретик, сектант. Сам не крещеный. И кого же он может сам крестить? Он показывает Филиппа и Евнуха. Как оба сошли в воду. Правильно. И мы будем так же крестить. Мог бы этот обольститель прояснить, что если и маленькие были, то вы-то не Евнухи. Вы не могли читать Библию, а Евнах перед этим читал. Адвентист разве все объяснил? Так кто хотел бы принять правильное крещение? Лес рук. И на 13 день купили здесь рядом бассейн, и уже 200 человек крестили. Эта рыба прорвала православные сети, нырявые сети. Батюшки не чинили их. А главная тема была. Пророчества исполняются. И такие буклетики специальные, цветные, бросали в почтовые ящики. 200 тысяч только в городе забросали они. В каждый ящик, в каждое предприятие, в каждом трамвае наклеили. Пророчества исполняются. Но адвентист не сказал, что пророчества Божьи исполняются, а адвентистские не исполняются. Он лжепророк и стоит вместе с основателем этой секты, с лжепророком Уильямом Миллером и Леной Уайт. Но он это все скрыл, и они ходят по всему краю. Со всего Союза собрали они, рыскают, ищут, чтобы никто не сказал про них. Православные попытались сделать что-то, а они милицию вызывают. Они все закупили сразу. И вот они начинают глушить эту рыбу. Евангелие от Марка, 1 глава, 19 стих. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова, Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. Эта рыба ушла из храмов, но попала в те самые еретические сети. Если одна овца, о пастырь, погибнет по твоей небрежности, тебе не хватит всей жизни рассчитаться, говорит Иоанн Златоуст. А их 200 сразу заплыло. 200. На следующий день ко мне подходит бабушка возле дворца зрелищ. Я гляжу, вы крестились, а тут не крестятся. А почему они не крестятся? И главное, все под православных играет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа молитвы заканчивает. Только рукой не крестятся, отвечаю. Это еретики. Какие еретики? Это адвентисты. Так это же они. Что же я наделала? Я вчера крещение приняла. Я же всю жизнь боялась. Даже к баптистам ни разу не ходила. У меня племянница-пятидесятница. В банке работает. Она меня звала. Я даже ни разу к ней не ходила. Что же я наделала? Я говорю, что же теперь сделаешь? Да вот мне кто-то давал газетку. А наши газеты раздавали по церкви. Там какой-то Лапкин написал о церкви. Я прочитал и поняла, что это у них не церковь. Что мне теперь делать? Я к нему подойду сейчас, выскажу, как он меня обманул, этот главный. Баба, теперь все уже. Иди к священнику на исповедь. Этот злой злодей ничем уже не поможет. Он запятнал тебя, сквернил этим крещением. Иди в церковь и кайся. Но если бы священники правильно крестили людей, то ни один бы не попался здесь. Священник, патриарший был ли там? Они только одно проповедовали в храмах, чтобы никто не ходил. А то отлучать будут. А мы говорили, все, идите каждый день. Ходите, учитесь, смотрите и молитесь. И мы вокруг ходили и молились. Внутри ходили и молились. И они перестали за нами гоняться. Мы им материалы наши давали. Я поратил сектантские занятия, открытым оком. Бутову, Вадиму, их главному подарил. А он мне в ответ Библию. Евангелие от Марка, 1 глава, 17 стих. И сказал ему Иисус, и идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. За мною, это надо идти за Христом. Христос по земле ходил, оставлял следы. Куда он пошел? Вот вы читаете эти слова, и дома попытайтесь посмотреть, куда Иисус шел. Главу за главой читайте. Пошел он в Назарет. Пошел к озеру, на горная проповедь. Везде народ, женатые, детишки. Детей не пускают. Шумливые дети ревут, домой просится. И он их приголубливал всех. Но нигде не видно, чтобы Христос пошел в горы, в монастыри, пошел к схимникам в двери стучаться. Нет этого нигде. Это люди придумали. Идти надо в мир. И он говорит, сделаю, что вы будете ловцами человеков. Где? В горах, пустынях, в пещерах киевских. Идти надо на море. Или на озеро. Там ловить. А сеть из чего составляется? Две поперечные нити. Первое – это чудо, а второе – это пророчество. Сектанты показали здесь и чудо, и пророчество. Они толкуют в кривь и в кось. А у нас Феодорит Кипрский все пророчества истолковал. У нас священникам это преподают. Люди этого не знают. Я издавал, начитывал его труды на пленке. Поэтому знаю. Слушатели их рты раскрыли, а они любое пророчество искажают. Им не дана мудрость. Они бездуховные. Душу отрицают. Премудрость Соломона, 1 глава, 4 стих. В лукавую душу не войдут премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Священникам есть чему поучиться. Если бы священники вышли в ризах, встали на площади перед дворцом зрелищ, то люди к ним подходили бы. Это же вчерашние чьи-то прихожане. Они стояли бы и объясняли. Но ни один не вышел. Я дошел до представителя президента, администрации, края. Поднял священников в епархию. Идите. Ни одного нигде нет. Все стоят. Друг друга боятся. А нас архиерей не благословил. Архиерей где? Архиерей же, как медведь, залег и не вылазит. Носы не покажет, пока еретики не уехали. Они разбили в древеске 200 человек. Они вызвали своего адвентистского патриарха Кулакова и крестили. В воде стояло 7 пресвитеров. То есть 7 лжепресвитеров. Нигде в России у них не было такого успеха, как здесь. Они буквально разворвали эти православные сети гнилые. И они сразу. Завтра подаем на регистрацию две общины новые адвентистские. Самое слабое звено Алтайский край. Это красный коммунистический пояс. И в этом вопросе на нас ложится ответственность. Какие мы свидетели. Простояли и ушли. И все. Если ты держишь свиней, то когда к тебе бы пришел Господь, то Он, может быть, сказал бы тебе, отныне ты будешь из свиней делать овец. Следуй за Мною. Не надо глядеть, куда Господь пошел. Он ходил, учая проповеду Евангелия. Вот чем заканчивается сегодняшнее чтение. Как звучит последняя строчка? Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия. И исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вот чем должны заниматься пастыри. Я представляю, что если бы сейчас Господь шел по земле и зашел в епархиальное собрание, то что бы Он, милостивец, увидел? Сидит архиерей, перед Ним священники. И что бы Он им сказал? Потому что Он не попал бы в то русло, которое уже было тогда. Деяние апостола, 6 глава, 7 стих. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Так они же священники и вдруг оказались уверовавшие? А до этого, значит, они были неверующие? Может быть, Господь их коснулся и позвал бы с собой. Как за ним пойти, когда у меня сегодня служба? А я куда пойду? У меня столько всего понастроено. Господь оставил их. Идите в другой дом, идите в другую деревню, идите по синагогам, идите и проповедуйте. А тогда и стройте. А не так, что я построю дом, и ко мне будут люди приходить. А я тут уже буду справлять службу и прочее. Мы должны согласиться с Евангелием, что, евреям 13 глава 8 стих, Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Христос Евангелие не переменял нигде. Как написано вчера, то есть две тысячи лет назад, сегодня и до кончины мира. И завтра Он будет тот же самый. Другого пути нам Бог не оставлял. Учая и проповедуя Евангелие Царствия, что с неба сошел Сын Божий, что Он пролил свою причистую кровь, что мы овцы Его, что мы рабы в Его сетях. А ведь перед кончиной мира написано, ангелы подтянут сеть к берегу. Евангелие от Матфея 13 глава 48 стих. Который, когда наполнится, вытащили на берег, и съев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Плохое выкинут в озеро Огненное. Это на последний день приготовлено. Сеть будет подтянута. Нужно решить сегодня. А я кто? Может, как карась зарылся в выл, и сидишь, и ничего больше не помнишь? Мне читать некогда. Я хочу сказать, что те книги, которые у нас вышли, седьмой и восьмой том, они раскрывают всю эту машину, которая называлась православием. На основании Слова Божия, на основании житий всех святых. Ропот начинается у священников, огромный на эти книги. Я знал, на что шел. Ибо даже свои опасаются со мною жить. Я абсолютно все поставил во свет Библии, во свет Евангелия. Как оно выглядит? А выглядит совсем не так, как нужно. Нигде ни в одном месте Христос не сказал. Встань на одном месте, стой. У тебя ноги будут болеть, вены будут лопаться от стояния. Но ты с места не сходи. Залезь на столб, заройся в землю. Он говорит, иди за мною. И он ходил проповедуя. И нам ничего другого не остается, если мы Христовы. Если Дух Божий в нас. И что делать будем? Исцеляя всякую болезнь и немощь, больных людей много? Да. Но мы не можем исцелить телесную болезнь. Но духовные мы можем исцелить. А как? Через проповедь Евангелия. Ибо всякий, кто покается, обратится ко Христу, для Него наступит новая жизнь. Если бы Господь пришел к врачу, а у нас есть врачи, то Он сказал бы, может быть, отныне будешь лечить духовные болезни людей. Примените к себе все, что мы сейчас слышим. Какая у тебя специальность? Что ты умеешь делать? Вчера это было и сегодня. Какая разница? Вчера ты был писателем, вчера был музыкант, певец, пел, а сегодня сделал с верующим. Отныне будешь Бога прославлять гимнами и хвалами. Вчера ты имел наклонность к земному. Не веровал, ты работал, одевал, помогал. А ныне все это делаешь ради Христа. Из сегодняшнего отрывка мы находим призыв Христа рассматривать свою жизнь. А не просто внешний антураж. Как вояку встретил одного военного. Надо менять свою жизнь. Так он что сделал? Взял и на знамени крест нарисовал. И опять пошел убивать. Он ничего не переменил. У меня, говорит, тогда была звезда, серп и молот. А я теперь крестик нарисовал и опять пошел убивать. Это будущий так называемый равноапостольный Константин Великий. Он больше ничего не сделал. Не в игры играть надо, а серьезно пересмотреть свою жизнь. Посмотри, что ты сегодня умеешь делать. И во свете Евангелия рассмотри и скажи, что если бы Господь зашел ко мне сейчас, то что он мироточивые иконы будет искать? Нет, конечно. Одного того желает Господь, чтобы люди благоухали любовью ко Христу. И к этому мы должны подвигнуться. Я им предлагал откупить дворец зрелищ хотя бы на один день. О том, позвонил начальнику, и он сразу... Для православных я сделал бы дешевле. Я ремонт теперь делаю. У него сразу ремонт начался везде. Доллары помогли адвентистские. Я говорю, а могли бы бесплатно. Он, звони в администрацию. Да могли все сделать. Вы сейчас поблагодарите адвентистов, так как последний день их. Скажите, приехали к нам адвентисты. Они откупили этот дворец. Они такие же граждане. Они зарегистрированы. Мы благодарим вас. Меня прерывают. Что вы? А он замгубернатор. Меня сразу снимут. Кого благодарить? Мы уже сейчас выговором готовим начальнику этого дворца зрелищ. Это они. Нарочно, конечно. Теперь мы им в центре города не дадим, а только где-нибудь на окраине. И они, когда закончили, то сразу откупили клуб шинников и строительный колледж. Разбились на две группы. Сразу повели занятия. Я говорю, не благодарите, просто скажите до свидания. Но завтра православные будут также проводить и говорить, что пророчества исполняются под тем же названием. И священники будут говорить, но только они не будут говорить. Отдайте мне. Я за один час им праха не оставлю. Я их во свете Слова Божия размечу и сожгу. Но никто не пошел на это. Я говорю, вы отвечать будете. Нашел старого полномоченного, который был главный душитель веры. А он теперь ходит в церковь, причащается. Он говорит, мы когда были у власти, мы им головы отворачивали. Мы не давали им так развернуться. Звоню в КГБ. Везде всех поднял. Наша власть тогда была лучше. Мы им запрещали, а сейчас дали им свободу. Смотри, что они делают. Я говорю, вы попов своих советских чекистов понаставили по церквам, чтобы они работали. Вы мне дайте только эту сцену. И каждое слово, которое они говорили во свете Евангелия, я покажу. И вся эта рыба опять вернется сюда. Это не рыба. Это лягушки к ним попали. Ракушки разные. Рыба не попал туда. Адвентисты не понимают, кого они взяли к себе. Что они с ними будут делать. Но они кое-что им уже рассказали. Что такое секта и что такое церковь. И главный у них перевернулся так, что на место церкви вышла церковь. И наоборот. Скажите, вы были православны. Вы читали Слово Божие там? Нет. Так что это? Всехором. Секта. А где Слово Божие читается и следует написано. Ежедневно собирались. Так ли это? Он прочитал место и на экране все это загорается огромными буквами. Так где же Слово Божие читается? Он не говорит, что неправильно или правильно. Это что? Все. Церковь. Вот это и есть церковь. Вы в церковь пришли. Уже готовые. Заброшенные. Значит, если бы учили священники Слово Божие, этот номер у адвентистов не прошел бы. Правильно погружали бы, крестили, то номер с крещением не прошел бы. А наши люди приходят. А у нас все это каждый день Слово Божие следуем. У нас идут занятия. Они говорят, мы таких православных не встречали. Вы идите в те дома, а мы откупили этот дом. Вам по домам надо ходить. А мы и ходим. Они тогда назад. Это ходят только яговисты. Я говорю, мы и есть яговисты. То есть те, которые поклоняются ягове. Они ничего нам не сунут. А мы им. У нас это есть. Слово Божие надо исследовать. Мы в университет ведем занятия там. Они наши материалы стали читать. Видим, что у них накал сбился. Они за нами гонялись, потом не стали гоняться. Наши стоят на площади. Они около каждого по три человека поставили, чтобы к нам никого не допускать. Наша это площадь. Я позвонил в отдел коммунального хозяйства. Нет, это они врут. Только машины стоят и все. Мы испытали себя. У нас самый правильный избран путь. Долгосрочная работа. Это учить и учить. Итак, Иисус ходил, учая и проповедуя Евангелие. Да сбудется это на нас, дорогие потеряевцы. Аминь. Спасение – это цель всего живого. Как голову носить, не потерять. Барашка, мать родила, не для плова. Грозит нам всюду смерть, разбойник и пират. Заполонилось страхом все живое. Все мечемся, оглядываясь в страхе. И может только плакать, сдавшийся без боя. Сдирают шкуру мех, как с ближнего рубаху. Но человек – бессмертное создание. За гранью смерти личность существует. С незатемненным, но своим сознанием. Что отрицал при жизни зачастую. Что пользуя знать ненужного детали. Исследовать у атома ядро. Продыры черные, космические дали. Все корешки исследуя, как крот. Ты осчастливил тысячи людей, Когда кривлялся, исполняя роли. Свой поворот на небо проглядел. В утробе змея благомысленный кролик. Быть неспасенным в вечности ужасно. Выходит, что приобрел, не нужно. А мы хлистались, то за белых, красных. За коврочку, засохшую, за ужин. Открыть те учености богатства. Им с нами не пройти и ни к чему. Там судят не по нациям и классам. Неверие в Иисуса – причина верных мук. Что пользы прокаженным от Олимпийских колец, Когда кольцо любви не породило с небом. Так жизнь для Юговы осолена на пользу. От убранной пшеницы в удобрение стебель. Лишь дух святой раскрепощает душу. Жизнь наполняет смыслом и отвагой. Слезой и раскаяния огонь страстей потушим. Дабы одетые не оказались на аги. 31-е, 7-е, 2004-й год. Игнатий Лапкин.